Проблему отставания по срокам при строительстве детских садов обсудили и на же недельном совещании в столичной мэрии. Из девяти дошкольных учреждений, которые должны построить в Чебоксарах, один в Соленом, уже открыли, два близки к завершению, а вот по остальным семи есть вопросы. Отставания от графика связаны с некачественной проектно-сметной документацией, недостаточными оборотными средствами подрядчика, либо неумелой организацией работ. С компанией «Стройиндустрия», которая возводит детские сады в новом городе и в университете, пришлось пойти на крайние меры. Им запретили даже приближаться к стройке в северо-западном районе. Неоднократные предупреждения не подействовали на подрядчика, поэтому администрация города вынуждена расторгнуть договор в одностороннем порядке. Судом наложены обеспечительные меры в виде запрета на строительство. Объект снова выставлен на аукцион. Ищут нового подрядчика. На сегодняшний день размещен план-график для поиска нового подрядчика, чтобы своевременно реализовать этот проект и ввести его в этом году в эксплуатацию. Сроки какие? Декабрь 2019 года. Подрядчика нового года определим? Контракт когда сможем исключить? Предполагаем, в начале августа. Со школами ситуация лучше. Капитальный ремонт второго корпуса 61-й школы и трех муниципальных загородных лагерей завершен. Продолжаются работы в 11-й, 33-й, 39-й школах. Благоустраивается стадион 59-й. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.